Привет всем! 24 августа 2018 года, время очередного каста. Вот какую непростую тему мне навеяло из ЖЖ. К сожалению, тема встречается не только в ЖЖ. Я думаю, вы в реальной жизни сталкивались с этим явлением. И, к большому сожалению, я в молодости тоже этим грешил, в чем раскаиваюсь. А эффект следующий. Представьте, что есть семья, которая распалась по каким-то причинам. В семье остались дети, которые с огромной вероятностью живут с мамой. Папа в силу каких-то причин либо вообще не общается с детьми, либо общается очень мало. Дети вырастают или почти вырастают. И вот папа пересекается где-то по жизни с родственником из женской ветки, чаще всего мужского пола, и пытается у него хоть что-нибудь узнать. Как там дети, как они живут, как поживают, как дела. Но родственник, может быть, с царского плеча чем-то и поделится. Например, дядя по женской линии. Но я хочу поговорить не о том, что этот дядя рассказывает и как он рассказывает, а о том, какое потом он мнение выражает об этом самом необщающемся отце. Особенно обидно, что это делают мужчины. И вот как в примере из ЖЖ, который я только что встретил, такой вот приближенный родственник с женской ветки, за глаза, реже в глаза, высказывает оценки об отце. Прямо скажем, нелицеприятные. И оценки часто насыщенные такими женскими, стандартными совершенно, вот до зубовного скрежета штампами. Типа, где ж ты был безалаберный? Не до отец, не до мужчина. Сам виноват, что так получилось. То есть, говорит вроде бы мужчина, но говорит такими совершенно штампованными женскими фразами. Если бы не знать, чьи это слова, то можно было бы подумать, что этот женский форум обсуждают бывших мужей. Дядя, например, может еще и очень гордиться и ставить себя в пример, что я-то за твоими детьми ближе, чем ты. Безалаберная бестолочь, безответственная. То, что по-английски называют dead be dead. Очень опасный эффект, очень ошибочная позиция и очень печально вообще. Даже не знаю, откуда начать разбор этого явления, но попробую откусить с нескольких сторон. А там, глядишь, предвинем все к середине. Во-первых, конечно, такая позиция самоправедности, такая бить ее пяткой себя в грудь, что, мол, я к твоим детям ближе, чем ты, бестолочь. Чаще всего встречается от людей, которые сами через развод не проходили. То есть, они не знают механики, как эти отношения строятся, что женщина может делать или не делать, почему дети дрейфуют в сторону матери и всей родни по женской линии и одновременно дрейфуют от родни по мужской линии. То есть, они не просто через такую ситуацию не проходили, они часто еще и детей не имеют или вообще женаты не были. То есть, буквально не знают, о чем говорят. Во-вторых, никакой их личной заслуги в том, что они являются родственниками с женской линии, а не с мужской. Нет. Это просто данность от природы. Почему мужчины по женской линии оказываются ближе к детям, чем мужчины по мужской линии? Отличный вопрос на знание антропологии. И в любом учебнике антропологии будет написано, что это является признаком матриархального сообщества. В экстремальных случаях там вообще нет биологического отца, он не состоит в отношениях с ребенком, потому что никто точно не знает даже, чей это ребенок и кто у него отец. Но роль отца в нашем смысле исполняет дядя по женской линии, потому что про него точно известно, что он родственник, и он состоит в кровной связи, и он исполняет мужские воспитательные функции. Чем гордиться-то? Это канонический признак матриархального общества. И тот, кто пинает это мужчине в качестве упрека, просто не понимает, что говорит, и насколько он сам будет глупо выглядеть, когда сам женится и заведет детей. Но об этом будет позже. В-третьих, взвести реально вот про себя, каждый, кто это слушает. Что вы в деталях знаете о собственной матери, в том смысле, какой она была женой? Вы понимаете, насколько у вас обрывочные и неполные сведения по этой теме? Да, вы жили с ней там 20 лет вместе. Означает ли это, что вы знаете свою мать, как жену? Что вы знаете, что происходит за закрытыми дверьми и как оно происходит? Что означает ее жесты, долгие взгляды, закатывание глаз и так далее? Вы можете даже не знать, какого цвета у нее волосы на самом деле, потому что на голове она их красит, а других вы не видели. Я когда-то встречал чью-то цитату, смысл был примерно такой, что взросление начинается тогда, или случается тогда, когда ты понимаешь, что твой отец обычный человек. То есть кончается обожествление или наоборот очернение, и ты вдруг понимаешь, что твой папа просто обычный человек, средний, ничем сильно не выдающийся, ни в плохую сторону, ни в хорошую. Это, в общем-то, нормальная фаза для любого человека, который взрослеет. Странным образом, многие дети, что мужского пола, что женского, подвисают в таком восприятии, что отец является сосредоточением всего плохого, а мать подвисает в состоянии такого ангелоподобного существа. В некоторых местах это даже является частью культуры, чуть ли не религии. Смотрите, например, известную итальянскую поговорку. «Все женщины шлюхи, кроме моей матери. Она святая». Такой пример бытовой оккультуренной шизофрении. Еще раз. Взвешенное восприятие собственной матери, то есть человека, с которым вы прожили лет 20, как обычного человека, ни дьявола, ни ангела, обычного, встречается довольно редко, к сожалению. Если у большинства нет адекватного восприятия даже собственной матери, с которой они жили вместе, представьте, насколько слабые представления у вас есть о реальной личности более дальних родственников женского пола. Сестра, тетка, бабушка, племянница. Что вы о них знаете как о людях, во-первых, и во-вторых, о том, какие они жены и матери? Да почти ничего. Конечно, вы слышите их высказывания чаще. Конечно, вы их позиции сочувствуете. Они же ваши кровные родственники, в конце концов. Даже случай, когда вы прямо видите, что они делают не очень хорошие вещи или ведут себя не очень хорошо, вы все равно их поддерживаете и сочувствуете. И это нормально. Это нормально для родственников. Но не надо из этого делать далеко идущих выводов. У вас предвзятый взгляд, ошибочный взгляд, необъективный взгляд. Далее. Кто такой дядя? Дядя – это человек-праздник, который бывает наездами. Дети с ним не живут и не знают его обратной стороны, что у него, так сказать, за сценой. Быть добрым дядей очень легко. Для этого очень мало чего нужно. Это я на личном опыте говорю. Жить в отпуске с тремя племянниками было намного проще, чем с одной женой и одним ребенком. Намного проще. Даже близко не сравнить. Так же, как дядя не может адекватно оценить, а какова его сестра в качестве матери и жены. Так же и дети, племянники, не могут адекватно оценить, а каков этот дядя, в случае, если с ним жить все время. У них тоже искаженное восприятие, потому что человек праздник. Наверное, самая красноречивая ситуация это когда ты находишься в отчуждении от собственного ребенка и тебя описывают как абсолютное исчадие ада, просто человеку, у которого нет ни одной положительной черты. Но одновременно, приходя в семью к своим племянникам, ты вдруг становишься образцом, ангелом, и тебя ставят в пример их собственному родному отцу. Это полный чушь и маразм, но это факт. Я был в таких ситуациях. О чем это говорит? О том, что в обеих ситуациях люди предвзяты и необъективны. Добрым дядям не стоит зарекаться, потому что нет никакой гарантии, что они сами не попадут в такую же ситуацию со временем. И вспомнят про эти свои слова. И пожалеют об этих словах. Уверяю. И подумают, так вот она, как ситуация-то, оказывается, работает. А я-то думал, как же муж моей сестры так себя плохо вел? Вот она, оказывается, в чем дело-то, скорее всего. И хорошо, если это откровение посетит вас по поводу мужа сестры. Гораздо хуже, если это откровение посетит вас по поводу собственного папы. И вы вдруг поймете, что, возможно, люди, близкие вам люди, родственники, несколько сгущали краски, когда описывали его как средоточие всего зла во вселенной. Возможно, у ваших родственников были скрытые мотивы, вообще опытные развитые люди очень настораживаются, когда им кого-то описывают как средоточие всего зла и человека без положительных качеств. Это сразу должно напрягать. А неадекватное восприятие собственного отца одна из самых больших трагедий для мужчины, для молодого человека. Есть причина, почему в 10 заповедях есть фраза «Почитай отца твоего и мать твою и продняться дли твои на земле». Мы не понимаем механизма, как это работает, но механизм заявлен, любой психолог его может объяснить без привлечения даже высшей силы. Отношение к собственному отцу и шире к отцам в расширенной семье – это по сути ось, на которой вращается колесо вашего собственного отцовства, то, каким вы будете мужем, отцом и мужчиной вообще. Если это колесо насажено на кривую ось, оно либо не поедет вообще, либо будет ехать с зигзагами. Можно и нужно быть поддержкой своим родственницам, это нормально. Не стоит механически поддакивать им во всем, особенно, когда они делают явно не очень хорошие вещи и явно не очень правильно себя ведут. Вы этим самым и племянникам обредите тоже. А самое главное, добрые, самоправедные дяди, не зарекайтесь. Ой, не зарекайтесь, хоть я вам этого и не желаю и никому не желаю. А кто хочет вникнуть в динамику и узнать поближе, как так получается, что нормальный, хороший мужчина вдруг становится таким исчадием ада в глазах бывшей семьи и детей. Советую обалденную книжку на эту тему, которая, к сожалению, на русский не переводилась. Написал ее Алик Болдуин по истории собственного развода. Называется она «Обещание себе. Путешествие через отцовство и развод». По-хорошему, ее бы надо рекомендовать всем мужчинам, еще до того, как у них появилась семья и дети. Это я советую и как никудышный отец, и как образцовый дядя. Всем спасибо за внимание. Пока и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok